Сейчас в Долговской больнице сестринского ухода 40 одиноких и одиноко проживающих пациентов. 68-летний Виктор Сараев – один из жителей больничного дома. Два года находится он здесь. Добрый здесь. Дома-то я бы уже давно кони поддал бы. А здесь поддержка. Медсёстры хорошие. Хозяйки тоже относятся хорошо. И кружки бывают. Воды нет, принесут. На вопрос о семье ответил скупо. Дети есть? Есть, да я их не знаю. Как не знаете? Где-то в Сибири, на севере. А вот 75-летняя Софья Юльяновна Талейко, которая 8 лет живёт в Долговской больнице, о детях знает. У меня нет трое детей. А где ваши детки живут? Одна в Ярском, в Подлесе, в Жиле, а другая в Неделковском районе. А третья январит. Не говорить. И она у Минска у меня. О жизни в больнице сестринского ухода говорит долго и с охотой. Я не голодная тут. А одевают хоть тут? Одевают, мыют. Да ну! Да. Вот. Я идём в три-четыре, мы в ванну едем. У себя, да. Я на лично ни на врачей, ни на кого, я не обижаюсь. Я не что глядя, то глядя. Заведующая Долговской больницы Елизавета Дубовик за 30 лет работы стала здесь своего рода службой спасения, доверия и откровения. Врачом спасения называют её больные. А вчера врач спасения встречала гостей. Артистов, учащихся Долговской средней школы, сельского дома. Представители Центра социального обслуживания населения и общества Красного Креста с подарками пришли посетители проведать одиноких пациентов. Сегодня мы в Международный день пожилых людей приехали для того, чтобы выразить дань уважения старости пожилым, чтобы увидеть свет их в глаза, пожелать благополучия, здоровья, если слёз, то слёз радости, оптимизма. Мы желаем и вам терпения. Спешите делать добрые дела. Так назван проект, который вот уже третий год работает в Центре социального обслуживания населения. В этом году ребята-волонтёры дневного отделения Центра с помощью руководителей кружка «Умелые ручки» изготовили для одиноких жителей Долговской больницы простыни и полотенца. Тут положительная энергетика полностью. Но я хочу ещё, знаете, что сказать? Я хочу сказать руководителям, с которым они это делали. Это Новикова Вера Александровна. Какие красивые! Ой, красиво! Спасибо большое! Конечно, будут наши жители, так сказать, нашей больницы очень-очень довольны. Все, да, с радостью вспоминать. Благодарны медицинские работники, всем добрым людям, за помощь и поддержку одиноким престарелым, которым Центр социального обслуживания населения подарил и инвалидную коляску, а Центральная районная больница – новый холодильник. Я хочу сказать спасибо всем, начиная с нашей администрации Долговского сельского совета, Долговской школы, ПМК, техсервиса. Ну, конечно, и всегда спасибо Белорусскому обществу Красного Креста, спасибо территориальному районному центру социальной защиты, спасибо администрации и Соливорской больницы. Выступления артистов, подарки и знаки внимания – в этом доме жизненного заката ждут всегда. Именно такие добрые акции помогают жить тем, кто одинок, но не брошен. Так что спешите делать добрые дела. Осень жизни ведь, ее пройдут все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!